МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В обучении архитекторов и художников. Выставка графики от «Точка». Мы в малом концертном зале Краевой филармонии, и на этой сцене проходит 11-й зимний Суриковский фестиваль искусств. Это уже традиция. Крепкая красноярская традиция. Наши талантливые земляки, художники, музыканты, певцы, взмахнув мощными крыльями творчества, поднимаясь на вершины, всегда посещают малую родину. Помнят ее, благодарят. Традиция эта еще с Сурикова пошла. Василий Иванович многократно приезжал в Красноярск, уже будучи известным художником. И даже школу здесь художественную открыл вместе с архитектором Леонидом Александровичем Чернышевым. Концерт пианиста Льва Терского сегодня будет совместно с Красноярским камерным оркестром. Мы сегодня хотели бы поговорить о ваших учителях. Я беседовал с вашим педагогом Натальей Ивановной Григорьевой. Она сказала, что теперь вы не просто и ее ученик. Теперь вы однокашники? Лев Терсков улыбается. Потому что учились у одного и того же педагога, продолжаю я, Мэри Симховны Лебензон. Наталья Ивановна называет ее гением. Да, подтверждает музыкант, Мэри Симховна до сих пор преподает и недавно отпраздновала свой юбилей. По рекомендации специалиста мы играем начало каждой части, объясняет музыкантом Михаил Иосифович. Потом играем каденцию. Лев Терсков родился в Красноярске. Четырехлетним ребенком начал свое обучение музыке в школе искусств. В 9 лет поступил в детскую музыкальную школу номер 1. в класс заслуженного работника культуры России Натальи Ивановны Григорьевой. Она, конечно же, придет сегодня на его концерт. В 2005 году Лев Терсков поступил в колледж при Новосибирской консерватории в класс заслуженного деятеля искусств России профессора Мэри Симховны Лебензон. А с 15-го является солистом Новосибирской филармонии. Может быть, чуть-чуть тише, советует оркестрантам маэстро. Нам нужно понимать, от чего мы играем. Здесь бесконечность должна быть, звездное небо. Надо формулировать эту тему, а не просто думать, что она сама собой сложится. Существует ли Красноярская или Сибирская фортепианная школа, спрашиваю я у Михаила Бенюмова в перерыве репетиции. У нас вообще одна школа. Хорошая, ну или плохая. Вот и все. Я по-другому не знаю. Вот мы со Львом встретились, была всего одна репетиция, и мы друг друга понимаем, потому что он хороший пианист. Это можно увидеть со сцены, когда человек выступает. Какой у него звук? Как он слышит? Как у него поставлен аппарат? Что он при этом чувствует? Какие мысли он при этом транслирует? Как он отдается делу? Очень много факторов, начиная с самого первого шага на сцену и заканчивая последним поклоном и уходом. Спасибо большое. Вы напевали? Да. Вы всегда напеваете? Ну, к сожалению, да. Это хорошо или плохо? Другие напевают? Кто-то напевает, кто-то нет. Это плохо. Такого делать нельзя. Но я, к сожалению, не могу ничего с собой поделать. Слушать своих учеников на такие особенные концерты, конечно же, приходят педагоги. И те, кто лично воспитывал, и их коллеги. Посмотреть, сравнить. Педагог, воспитавший пианиста Льва Терского, Наталья Ивановна Григорьева, конечно же, тоже в зале. Ждет выступление своего ученика. И зал будет стоя благодарить своего земляка. Мы в Красноярском доме художника. Здесь открылась отчетная краевая выставка. Вся эта экспозиция – наглядная демонстрация результатов творческого труда художников края в 2016 году. В Красноярском отделении Союза художников России 182 человека. В молодежном – 40. Кто и как работал, видно любому пришедшему зрителю. Третий раз за абзац повторяю слово «труд» и «работа». Потому что именно они будут определять весь 2017 год. Более того, слово «работать» станет в этом году не просто глаголом, а даже призывом «работать», «трудиться». Было несколько очень больших событий. Во-первых, мы участвовали в такой фундаментальной выставке «Сибирь-Дальний Восток», которая состоялась в Китае, в городе Нинбо. На мой взгляд, одно из очень ярких и красочных событий – это, конечно, молодая Сибирь. Мы готовимся к новой перспективной выставке «Урал-Сибирь-Дальний Восток». Кроме того, я думаю, что не может незамеченным пройти такое событие, как появление новых шести творческих мастерских у Союза художников. Строительство новых художественных мастерских само по себе редчайшее явление сегодня. Но более того, эти мастерские решено выделить молодым художникам, членам Союза. Этот монументальный натюрморт Гурьева, черешня, 2016 год. Неподражаемый Валериан Сергин на покров под уяром. Сергей Горбатко. Работа называется «Разговор без слов». Из зала живописи перешли в зал с графикой и декоративно-прикладным искусством. Серия работ Вероники Резинкиной называется «Ожидание». В 2016 году Красноярская школа графики в очередной раз получила подтверждение силы таланта своих мастеров. Осенью в Томске состоялась Всероссийская триеннале графики «Рисунок России». Более 400 работ было представлено. А победителем стала серия работ «Берег» красноярского художника-графика Оксаны Косенко. И новая работа Валерия Иннокентьевича Кудринского называется «Великая моя родина». В марте этого года мы будем отмечать юбилей художника. В 2016 году мы отметили 95-летний юбилей красноярского живописца Тойва Васильевича Ряновя. Вы видите кадры хроники, снятые кинооператором Юрием Ивановичем Устюжаниновым в мастерской художника. Работа Василия Сивцева, писателя Астафьев и работа Сергея Форостовского «Лунная тишина». Моя бабушка была одним из первых писателей Якутии. В 1961 году она закончила литературные курсы и с ней вместе учился Виктор Петрович Астафьев. Рассказывает мне скульптор Василий Сивцев. Объясняю, что скульптура писателя совершенно не случайно представлена в экспозиции. Я долго рассматриваю работы на выставке и каждый раз удивляюсь и восхищаюсь переплетением людских судеб. Удивительно, что земля родная вдруг награждает талантом своего сына или дочь, взращивает будущего писателя, художника, скульптора, музыканта, выпускает его в мир. И он с благодарностью служит своим трудом земле, людям, как родным отцу и маме. С благодарностью и любовью. Мы в Красноярском музейном центре и здесь только что открылась выставка графики, которая называется «Отточка» проекта Олега Ампилогова. А где начало экспозиции? Олег Константинович, похоже, тут ни начала нет и нет конца. Все еще всматривается в перспективу работ художник. Все эти листы с графикой созданы его учениками в период с 2002 по 2012 год, в золотое время факультета, как его называет Олег Константинович. И в этой экспозиции есть целый раздел, посвященный лично Виктору Дмитриевичу Наделяеву, бывшему ректору Красноярской архитектурно-строительной академии, благодаря которому это золотое время было. Олег Ампилогов говорит, что главное в этой экспозиции – метод. В Красноярске уже второе десятилетие работает авторская школа современного искусства, в которой учат не только рисовать, но мыслить. Школа эта находится теперь в СФУ. Вся методика обучения студентов разработана профессором Ампилоговым лично. Ученики должны учиться постигать реальность во всем ее многообразии и во всей ее сложности. В данном случае вся выставка посвящена той части реальности, которая находится внутри нас. Художник своими формами в графике отражает ее. По сути, перед зрителем отточенные, как грифель карандаша, математические формулы. Цифра, линия, точка. Это абстракция? Спрашиваю я. А я считаю, что абстракции здесь нет вообще. А что это? Потому что каждая работа, она реальна. Изначально это были учебные задания? Это были проекты, отвечает профессор. Каждый проект имеет свое название, свою логику, свою концепцию, свои мотивы. Я их обозначаю студентам. И они начинают творить. Этот проект посвящен танцу, продолжает Олег Ампелогов. Но ведь не просто танцу. Что такое танец? Танец – это таинственная страсть. То, что кипит у нас внутри. Страсть, 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 подтверждаю я. Практически белый лист. Обращаю я внимание, что это за линии. Этот проект называется «Драйв». Посвящен он движению, как форму сознания. Сам факт движения предполагает некий мотив, рассказывает профессор. От обычного движения пешком до полета в космическом аппарате. Это не просто разлинованная, как показали, тетрадь. А это штурманская карта летчика английских и американских ВВС, которые прокладывают маршрут. Это вот линия, как маршрут. А это точки пересечения. Они сверяются по маршруту. Правильно ли они летят? Так преподаватель на примере реальных историй предлагает ученикам создать графические образы. Здесь мы видим уже более современную ситуацию, связанную с перемещением. Это пиксели. Они двигаются. А теперь я в каждой работе... Это знак качества, как Фаберже. Олег Константинович Ампилогов. Ампилогов, да. Фаберже – знак качества. Вот это мерцающая линия, да? Да. А это вот всего одна. Разве это не стоит в стещении похвалы? Кто это сделал? Дудина. Эта серия называется «Что там в конце аллеи?». Здесь художник-график вступает в конкуренцию живописцам. Образ дополняет цитата из Иосифа Бродского. «Ни один живописец не напишет конца аллеи». Это все посвящение воле Николаевичу Ляхову, моему преподавателю и кумиру, рассказывает Олег Константинович. Воля Николаевич отличался своеобразной манерой и формой отношений со студентами. Он объясняет задачу проекта, и вдруг возникает пауза. И через эту паузу мы, его ученики, должны были начать думать самостоятельно. Профессор Ампилогов учит через линию создавать образ действительности. Линия и точка – то, с чего начинает свой путь художник-график. Линия и точка – это и итог. А между – огромный путь. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и в музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова